Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Уже вчера смотрел ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я вот сколько в ARM2 играл Я только из их видео узнал Что, допустим, там На DimaTorzok Есть дальномер Нужно расставлять рас признание Свои прицельные плотные Это при том, что я на DimaTorzok perché в этом катался Вот народ nuestro professional играет Да... Ну, мы тоже ничего уже приучили, да, Жекшев? Но потихонечку-то помаленько. Да, осталось мне доучиться. Ну, ничего, ты у нас приучишься. Ты у нас нормально играешь в роли. Да, помираю сейчас. Главное, что ты адекватный. Вот не хотелось людей, которые там будут или мозга парить, будут всю атмосферу разрушать, или этот визжать будут в чат, как сами знаете, кто. Да. Тоже нафиг не нужно. В каком-то смысле просто я у тебя брал стиль летсплеев, у тебя все-таки и больше смотрел. Ой, да ладно, я сейчас покраснею. Нет, так просто из-за этого такой и есть спокойный. Так, Жекшепард, вот вы увидите, вам будет не хватать меня с моим GPS. Он сейчас нас вообще в другую сторону ведет. Мы не идем к зеленогорску. Я в этом уверен, потому что вышка была сзади, и старый собор был сзади. Ну, короче говоря, в итоге мы сейчас куда-то придем, почистим какой-то населенный пункт, наверное. Да, или полчаса симулятор бега по лесу. Населенный пункт я пойду чистить сам, у меня G17, он мне вчера помогал ночью с шестью рожками, ой рожками говорю, магазинами. Да, G17 отличная вещь. Ну, она мне не понравилась с тем, что я не мог из нее прицелиться, но в итоге выяснилось, что она все-таки очень крутая. Нет, мне надо привыкнуть, мне надо привыкнуть. Что меня удивило, что тут вот эти зомби военные, им попадаешь в каску, оказывается, не убивает. Да, не всегда. Ну, это ж модельки выходят, такие оригинальные персонажи, армой. Там тоже, если я в каске, у тебя есть шанс выжить. Ну, тут все выстрелы рассчитываются. Зомби в каске и еще в бронежилете, вот это мой ночный кошмар. Мне тоже, этот, почти что I am alive. Стреляем в глаз. Всегда. С лука. Кстати, было прикольно, если здесь еще ввели систему, типа там вот таких ружей, как именно обычные луки, там подходишь с дерева, палку вырезаешь, там где-то низкими ходишь. Ага. Ну, проще будет кого-нибудь убить тогда. И туда брать с него винчестер. Не, ну, видишь, все-таки действительно плюс какой-то, будет очень бесшумно, то есть ты там где-то залег. Будем корову пить? Не знаю, у меня 11 тысяч. У меня 10 тысяч. У меня 10 тысяч. Ну, смотри, если хочешь, то можно, конечно. Место безлюдное. Давай. Давай. Кстати, мне сказать, что корови, овечки и другим животным без разницы куда стрелять, у них нет. Да. Но корову вот я из этого, из калаша лупил, она три выстрела выдерживает. И бежит, скотина. Сейчас я с Макарыча в нее обойму разрядил сегодня с утра, когда забегал. Короче, вот это всякое расширение функции это дело будущего, потому что, говорят, в ближайших патчах добавят рукопашный бой. Вон, недавно добавили возможность рубить дерево на дрова. Да, да. Но у нас не сырубы. Так что всего помаленьку. Вчера смотрел этот, там превью было, арма 3, которая будет демонстрация на И-3. Показали. Блин, я думаю, на нее ДСЗ они уже просто никуда не денутся, будут обязаны сделать. Само собой. Блин, это сейчас настолько вот освежило интерес к арме 2, что просто из-за нее многие будут покупать арму 2. Ой, я ведь хочу. Так-то да. Вообще я рад то, что они наконец, короче, что мне сегодня все короче. Этот. Арма 2 хорошая игра, в которую мало кто играет. Теперь будет побольше народу играть, потому что, ну, это была такая нишевая вещь. Ну, а теперь вот играет ДСЗ и в результате и к арме интересу больше. Когда третья часть выйдет, у меня продажа получше будет. Фирма не загнется. Она иметь может поражать костер? Нет, у меня нет спичек. Артур. У меня есть спички, у меня нет топора. Сейчас я тебе положу топор. Нет, не надо мне топор, ты лучше дров наруби. А, нет, давай не топор. Нет, это нет. Давайте топором. Там ты или с паком сел. Сейчас, сейчас почистим Артура. Все, держи топор. Так, сейчас мне, значит, кастратором сегодня быть, да? Да. Так, топорик. Хорошо. Подхожу к дереву. Интересно, дерево получится срубить, нет? Там любой был. Вроде бы да. Но у меня березы не получалось срубить. Дрова добавлены в инвентарь. Хорошо. Так, вот тут сейчас найдем место почище. Блин, да тут кругом этот. Ладно, давайте прямо тут короче тогда. И это, ребята, как вы поняли, демонстрация того, как разводить костюш. Арма на самом деле с симулятором много чего. Симулятор бега по дорогам. Бега по лесу. Арма точно не симулятор Call of Duty. Не, так эта игра не сделана для казуальщиковую. Поэтому не каждому она по душе все-таки. Очередной костерчик. Так, я отойду, пожалуйста. Мне неспокойно. Мне постоянно слышат какие-то выстрелы. Ты курил? Так. Может здесь уже травы такой нашел? Так, как обжарить это мясо? А вот. Колесико мыши. Да, да, да. Отлично. Цвета вернулись. Все супер. Так, скажу, еще возьму с нее два кусочка. Так, ну ладно. Не все же одному Артуру по 7 банок гардировки выдувать. Да, был дело. Так, все, у меня 12 тысяч кроме. У меня 11100 и мне как бы хватает. У меня 11250. Давайте побыстрее, давайте не будем этим все сильно заниматься. Ну да, я тоже так думаю. Джекшеп, что у нас прожорли. А, да. Да. У тебя что за пистолет? У меня Макар. Макар самый лучший пистолет, как я понял. Для него полно патронов. А я с ним защищать деревню самое то. Так, да, но вот как-то мы с тобой поначалу-то с ними не очень освоились. Помнишь, какие проблемы были? Ну да, из него тоже нужно уметь попасть не могли. А я, видимо, как-то в школе ходил обученный. Не знаю, у меня дома лежит Макарчик, пневматика. А ты как-то попадешь. Опасный человек ты, да? Опасный, опасный. Ну да, у меня только бейсбольная бита и копия какого-то М16. А ты сам опасный. Ты у нас на борьбу хуешь, да? Да. Вон твое лицо посмотри, он сразу видит на опасный человек. Давай, жри, быстрее уже. Пожрал? Все, я покушал, идем. Так, теперь давай указывай, куда нам идти. Сусанин. Я помню, у меня есть топорик, и тебе могу отрубить ногу. Я думал киню в спину. Ну, ты в спину тоже могу киню в спину. Давай же с выдумкой. А если убивать меня, так с выдумкой. За что, как это так? По-простому. Много отрубить. Не, тебе надо отрубить сухожилия, перерезать аккуратненько. У меня как раз ножик есть и кинуть к зомби. Долго ты меня отсюда из леса будешь тащить к зомби. Так, и мне на винтовке, наверное, все-таки нужно дальность на 100 поставить. Или не знаю. Сейчас я микрофончик вылечу, на секунду тут звоню. У тебя патрончики какие для АМ-24? У меня специальный патрон написан. Патроны для АМ-24. То есть их очень будет трудно найти. Потому что я их очень редко люблю брать. Так, вот здесь. Молодца. Когда же мы машину найдем? 26 серия. Я просто вот в шоке. Мне вообще писали, что... Ребят, машин на самом деле чуть бесполезняк особо искать. Дело в том, что все спауны машин сходу знают уже люди. И они их отгоняют в лес. Я появился в прошлой серии где-то очень глубоко в лесу. Очень глубоко. То есть даже не возле берега. Там вот нарыл дропа всякого. Иду, вижу, машина стоит. Но там вот второй детали какой-то не хватало. То есть что-то не знаю. Ну вот я в принципе о том же сам хотел сказать. Мне тоже говорили, что большинство группировок на крупных серверах все машины, все спауны машины уже собрали. А так как починные машины стоят в лесу и они их охраняют, то новые не появляются просто. Поэтому нам найти машину только вот в таких нычках надо. Снова надо всех убить, машины отобрать. Все, все проблемы. Короче, быть дерзкими, да? Надо знаешь, называется «Зовид 105-го» и делаем тут стрим совместный. А если мы не знакомы, к сожалению. Тут было бы просто 50 человек и все наши. Не, а вот так представить. Половина сервера на вторую половину сервера. Я думаю они точно так. Они же говорили, что собираются вести группировки, клана. То есть создать что-нибудь типа группировки «Свободу» или «Долг». И просто натурально вот свою базу где-нибудь в старом соборе. И там на вышке кто-нибудь пасет, кто-нибудь там на ржавом этом ангаре. Ну то есть… Припасами, по расписанию. Но для этого нужно сервера поднимать с большим количеством населения, чтобы хотя бы сотни было. 75 уже есть, я видел. Ну представь, 50 человек и 24 на 7 должен кто-то охранять базу. Только выйдет, там ее сходу разберут на запчасти. Нет, ну для многих это может быть интересно просто охранять базу. Если на нее постоянно кто-то будет пытаться добраться. Да, если постоянно на нее нападают, да. Но это вот как допустим на палатках. Я не понимаю, как людям интересно лежать часами. Даже на сервере где-то 5… Ой блин, договорюсь, по 5 человек и убивать. Ну… Есть особый тип людей. Некоторые просто усидчивые. Вот снайперы, они же на самом деле не как в фильме. То, что там полежал полчасика, прибежал, кто-нибудь убил. Они там по час, по два лежат, ссут под себя. Короче, ну натурально вот сидят на месте. Вообще безвылазно. Кому-то нравится вот такой вот реализм от DZ. Потому что увидел там через два часа, кто-то пробегает, шлепнул его. Лежишь дальше. Тоже по-своему. Саня, ты куда нас ведешь? Да он сам не знает, он просто боится в этом признаться. Самые глубины. Вот с такими людьми просто понимаешь, что кнопка автобег была полезной. Да. Кнопка явно была бы не лишней. Так. Кнопки нажимать не надо. Кстати, да. Если бы нажимать ее держать надо. Блин, мне клавиатуру надо иметь. У меня кнопки здесь плоские. Двадцатая, да? Уже где-то. А это, я так помню, у тебя больше она как ноутбуковская идет для перевода. Да, такая. Я такие тоже не переварю. Я к ней привык уже по идее, но просто на ней, у меня на предыдущей клавиатуре вот кнопки WCAD, они были прорезинены. То есть я их в темноте находил легко. А здесь я пока найду свои WCAD в темноте, я уже и вейвос перенажать, и бинокль достать. Главное не как Джек Шепард перепутал. Да, кнопочка, да. Я пытался достать бинокль в Диаморском замке, или так он там называется. И просто махнул 30 метров. Так че, правда. Не, на самом деле мне тут бы не помешала какая-то система мозгового персонажа. То есть да, я стою на краю пропасти, нажимаю вейв, он так окей. Это как в этом Принце Персии, нажимаешь вперед, например, пропасти, или в этом ванчарте. Он такой, о-о-о, ворочет. Не, он просто такой равновесие удерживает. Да, да. Ой, блин, мы куда придем, а? Гора идеи для DZ. Самая главная идея, которую я предлагал разработчику, это именно чтобы у каждого персонажа, или у каждой группировки, да, давались цели свои. То есть кому-то сходить там, допустим, проверить, жива ли его семья там в Черногорске, вот в этот-то дом зайти. Не, это было бы круто, то есть награда это каким бы образом она давалась. То есть у тебя есть цель, ты пошел, и у тебя просто так появилось какой-то бонус. Нет, ты пришел в этот дом, там что-нибудь лежит, например. Да нельзя, просто там, допустим, находишь семью свою, там с зарплеченникой, Петрович какой-нибудь. Ну, короче, я просто цель, я говорю, или там добраться до аэропорта, там по рации попробовать с военными связаться. Не, или, допустим, там цели на время, да, там добраться до такого-то места вот за час. Ну да, это было прикольно. Это, в принципе, реализовать легко, но для этого нужен сервер полностью переписывать, короче. Да, да, да. Так, вот мы вышли уже куда-то из дороги есть. Короче, это, как я и говорил, это все такой мощный такой альфа-тест. Перед тем, как они уже будут допилят это все, и Warlord запилят уже более-менее осмысленное что-то. А пока что мы бежим по лесу, и Джек Шепард делает вид, что он знает, куда мы идем. Мы здесь на очередной поле. Я сейчас даже буду примерно ориентироваться по дороге, куда мы идем. Но идем-то мы все правильно, мы сейчас скоро приблимемся гвозно. Если будем еще чуть-чуть правее идти, придем в горе Черный, и там будет Красностав, так что нечего на меня гнать. Мы к Красноставу идем? Мы к Красноставу идем? Ну вы же туда-сюда идем. Мы шли к Зеленогорску вообще-то. Мы по-моему, к Зеленогорску, как бы я и говорил, назад идти. Да, и я к Красноставу, вы сказали. Чуваки, вы че? И в Красноставе в предыдущей серии были. Мы идем к Красноставу, типа там все круто. Так, давай мы тогда пошли к Зеленогорску. Это в Зеленогорску вообще в другой стороне. Да ладно. Да ты че, правда что ли? Нет, нет, нет. Ой блин. Я чувствовал, ажи, я чувствовал. Пока мы бежали по лесу. Джек Шепард молча, лучше ты у меня в прицеле. Ребята вообще такие нормальные. Бегут, бегут, блин. И ведь это, и вы слова не сказали. Ну, чтоб прочитать, ну и бежим в это. Так я тебе говорил, что мы вроде куда-то не туда бежим. Да ты бы сказал, куда зрение выказывал. Какой город? Ну нет, мы же сказали, что в Зеленогорске. У меня нет карты, ты из Сусалимпио. Ну ладно, я думал, что мы бежим. Ладно, этого ничего не было. Мы повторно идем в аэропорт, там появился самолет. Может мы на него успеем. Этот самим по-любому. Вообще не туда бежать. Так. Да мы просто к лесочкам отбегаем. Чтоб тебя убить. Ооо, тихо, тихо, тихо. Ой, Зомбака заметил, да? Эта вышка где-то здесь. Так я, блин, окей. Пользователь Дат Моталь. Я хреново, народ, прикрываю. Я после вас обоих заметил этого Зомбака. Ты вообще молодец. Да. Ну втроем нам где-то серии 3-4, чтоб сыграться. Ну вот сегодня у нас марафон будет, потому что... Ой, да. Меня сейчас зомби заметят. Короче... 40 минут бега от Сусанина. Вот блин, Джек Шепард, вот поставят мне кучу дизлайков за твою беготню, в этом ты будешь виноват. Потому что народу экшена нужно, чтобы мы все сидели в электрозаводске и убивали людей. А зачем людей? Хотите экшена, сдайте один выстрел в воздух, получите экшен. Только я бегу подальше. Кстати, а щас сколько времени? Через сколько будет уже темнеть на Сильверах-то? А сейчас... А сейчас... ...8 часов. ...кобра лежит. Сколько? Хорошо. Только у него патроны 7.62, по-моему. Или 5.54? 5.45. 5.49. 8.15. Что, будешь подниматься, Артур? Ну, нету зачем? Твои нету. А, блин, я забыл. Ты же буквально 15 минут назад бегал с АК. Я с коротким бегал, да? Я с Ксюхой. Вам эти патроны не подойдут. Я спустился, я зачем буду прыгать? Показалось прыгать. Им это не подойдет, потому что у них используется тип патронов 7.62, то есть, которые сначала были более мощные, но более громкие. Сустанин, иди давай. На этом на АКС используется 5.56, они более тихие. И для зачисток, скажем, города гораздо лучше подходят. Особенно, если они в комплекте с АКСУ. АКСУ очень тихий автомат. Из него натурально, как с пистолета с Макарыча или с Винчестера, защищать всякие деревни можно просто с очень большой легкостью. Поэтому это одна из моих любимых пушек стало в игре. Да, и ты только что я променял. Ну, я, блин, всегда хотел снайперку себе. Потому что мне надоело в первых рядах лезть в этот город какой-нибудь. Вот теперь вот вы будете лезть, а я буду вас прикрывать. Чего мы? У нас сейчас портфель. Я здесь как заметил кого-нибудь. Ты у нас с эффектом герой у нас. Тут по герой ничего еще. Жнецов нет, чувак. Не моя битва. Мне нужен жнец, супер. Шепард еще как бы был там в Half-Life, он тоже зобби мочил. В Blue Shift, по-моему. Он не играл. Не-не-не, в Opposition Force. Нет, не в Opposition Force, а в Blue Shift, по-моему, он был. Да, в Blue Shift, точно. Я просто его недавно тоже играл. Нет, в Blue Shift был Барри Колхун. Значит, да, значит точно Opposition Force. Opposing Force, не Opposition. В Opposing Force был Шепард. Эту игру, кстати говоря, переделывает, как и Black Mesa Source, переделывает на новом движке. Я видел скриншоты на ModDB. Блин, крут какой-то. Если они доведут это до конца, то... Black Mesa еще не довели. Black Mesa сказали, что выпустят саундтрек. Это кто вперед убежал? Я. Он. Я же веду. Просто я справа слышал еще звук. Я все не привык, потому что настрою. Ага. Короче, Black Mesa сказали, что за две недели до релиза они выпустят саундтрек игры. Но в итоге саундтрек вышел полтора месяца назад. А игра все не выходит. Но саундтрек там такой, этот, в духе Half-2. Half-2 такой, как это так называть, Industrial. Да, да, да. Кстати говоря, вот этот композитор, который вот эту всю музыку писал, он из Валов ушел, и что там в эпизоде третьем будет. Я не знаю. Это побыстрее бы он уже вышел, это 100 лет не ожидание. Побыстрее бы он уже вышел, я говорил 4 года назад, сейчас мне клевать уже. Не, ну мне так тоже, но если вспоминаю, то, конечно, хотелось бы дальше. Но это и моя любимая игра. Так что, да, хотелось бы. Я люблю Half-2, люблю Metal Gear и люблю Final Fantasy. Старые части, новые части не переваривают. Это всегдастые попса. Что ты знаешь? Ну я знаю, что я сказал, фактически Metal Gear я не играл, только в Half-2 и в Final Fantasy тоже особо не доводилось. Джек Шепард, он у меня вчера спрашивает, что стоит Metal Gear играть? Да, я в основном спрашивал вас какой. Блин, это фейс-паум просто, это фейс-паум. А начинай с первой. Ладно, буду играть с первой, как сказали. Первая там графика, ну это на PlayStation первом она выходила. Но все равно, да через эмулятор просто. На компьютере, кстати, выходила, по-моему, там текстурки получше. А там вторая выходила, по-моему, на компьютере. Ага. И она, наверное, на семерке и везде. Нет, первая выходила на компьютере, вторая выходила, она очень плохо работала. Лучше вторую, третью у тебя. Есть третья у тебя, да? HD Collection, да, и все. Ага. Так, ну скоро у нас уже будет... У нас скоро будет бугурт по поводу того, куда ты нас завел. Вот что у нас будет. Ой, как хотел сказать. Из разницы вообще меня нигде не будет, меня никто не найдет, так что... Вот это серия точно с Саней назову. А, блин, вот именно, тебя никто не найдет. К ответам меня никто не призовет, так что извиняйте. Есть какие-то финны, что ли, судя по языку. Или норвежцы. Чао тенвину кантоста маста. Чао тенвину кантоста маста. Чао тенвину кантоста маста. Чао тенвину кантоста маста. Ну, ребят, главное, что нету в чате сообщений типа я в телевизоре. Да, но у нас ники-то теперь у всех другие, так что... Они у всех. Ну, первую серию мы и сейчас вот пишем все вместе в вторую. Так что пока что ты еще не обременен ничем. Да. Радость. Артур у нас уже вперед побежал, да? Захотел экшена. Посмотри внимательно, везде поля. А посмотрите вперед наверх, Артур со снайперки. Что это у нас такое? Замок. Если я прав, это или зуб, или рог. Зуб вообще нифига не там. А, в горе? А что это? По-моему, это гора Черная. И прямо за ним будет Красностав. Ну, если мы в Красностав выйдем, то это явно Черная гора. И я там не был ни разу, конечно. А, нет, подожди, мы же там были с тобой, Олег Шепард? Нет. Там одна башенка стоит, и мы пробирались, так и не зашли в нее, помнишь? Там была еще надпись национальный заповедник, что ли? Нет. Это мы с тобой вообще были в роге. Но это вообще не там, короче. А, там еще одна башня, смотри. Да. Ну что, предлагаю заходим. Никто из нас там не был. Сделал от нас амбар. Или это коровник здоровый? Это коровник. Куда я думал? А, да нет. А толку толку. Сейчас, секунду, я попью. Оп. Оп. Вот. Побил. А, да мы поняли. Я первый бегу, мне пофигу, блин, ребята, вы что-то какие-то у тебя моты. Стоп, я тебя мот, а то с усонем тут. Давай, беги, забери. Самые крутые части наших, нашего пяти или шести там часового забега, когда мы постоянно умирали и сервера все были в лагах, в багах и прочей такой чуши. Он постоянно выкидывал, это кошмар. Ну там было весело, когда у меня было 800 здоровья, и мы с Артуром новый собор и старый собор зачищали. Как-то мы бегали с улицы на улицу, я падал, теряя осознание. В другом золбе я ему говорю, выходи, выходи, пошел. Он на середине дороги чпок упал в омарок. Я упал, я упал. Не, у меня после того дня уже конкретный бугор как случился, так и откатился до 1.6.0. Спокойно играл почти два дня, час назад перешел. Ну и вот же поставили особую версию. Там коровник спереди. Да, в этот патч поставили, сейчас как-то постабильнее стало. А, спалился. Ну ладно, час спалился. Люди сейчас там думали, как зайти, не пускают. Да ладно, все равно нас никто не найдет. Мы как ниндзя. Ага. Тем более, что у нас справа там? Справа? Да. Что-то с электрикой связано, видимо. Да нет, тут по-моему. В бомбар будете заходить, нет, слева тут? Ой, да не знаю. Не знаю, я не уверен. У меня просто вода заканчивается, у меня пустая пляжка. У меня тоже одна, у меня тоже одна пляжка осталась. А у меня очень пустая. Такие незапасливые. Ну, Артур захочешь пить, скажешь, я тебе дам. Вот я сейчас убью тебя, сниму твой элис-пак и буду запаскивать. У меня, блин, дофига было водички. Но вчера вот я сидел просто в этих палатках около Старого Собора. И когда-то все это ушло, когда я пихал по карманам магазины для калашникова. Причем трясущимися руками. Ну, представьте, ночь, дождь идет, другом зомби. У-у-у-у, у-у-у-у. Таких, я начинаю в двух шагах. А это еще когда гроза тут у тебя за окном была? Ага. Вот это был атмосферный. И, короче, этот... И рядом выстрелы. Я такой, а-а-а-а-й блин, елки-палки сейчас меня убьют. Я опять буду бежать с самых берега с этим бакаровым долбаном. Да, два места. Ну чё, давай в амбарчик заскочим. Давай. Артур нас прикроет? В принципе, чем хорош этот амбар, это двухэтажный. Там аж 6 нычек, может быть, с хабаром. Так, здесь один входит. Блин, место, конечно, неудобное. Я маленький пресс отбегу. У меня опять обоим. Я думаю, даже если здесь всех сагрю, это отстрелять будет все куда дело. Но, ведь, не надо этого не делать. Ах, ты боже. Ну, серьезно, я просто помню, как ты 30 с лишним зомби по серваку гонял, когда мне подстреливали всех в Старом Соборе, в самой опасной территории в игре. Но это придет с опытом. Там была одна проблема. К вам зомби идут, аккуратно. Видим. Там, около амбара, еще один входит. Я знаю, я сейчас около стога с сеном пройду. Да я вижу вас. Так, вот, испарят. Один вообще в стог идет. Почему зомби так любят ходить именно там, где надо идти тебе? И идут в эту сторону. Я бы мог ответить, но не буду. Идем в ломбар. Мы и так все знаем твои ответы. Зачем тогда вообще задавать вопрос? Так. Потому что я надеялся получить умный ответ. Внутри вроде бы, вроде бы чисто. С той стороны заходите, что ли? Да. Я да. Давай выйти. Давай, я левую. Давай налево, я направо. Девочки, налево, мальчик. А я лучше к девочкам еще нет. Пусто. Так, здесь, по-моему, пустая фляжка. Нет, полная фляжка с водой. Вот, хорошо. Девок, как раз, оттурочку, да. Давай-давай. Это что такое? У меня вот что тут пустое. Лег Шепард на второй этаж пошел. Да. Вижу. Ишь со мной, да? Тут у нас еще сбегут. Здесь у нас лежит винчестер. И все. У меня куча магазинов для KZ 550 МК3. И внизу, по-моему, зомбаки подобрались. Ох, да, ко мне идет один. Чизит. Натил жубан. Я стреляю в самом крайнем случае. У меня есть громохнет. Тут со всего острова прибегутся, посмотреть, что это было. Стоять тебе. А ладно, я как с K3 бегал. Так, посмотри, Артур, к нам не сходятся? Можно? Нет, вроде спокойно все. Стоп, подожди, там вышка. Я не вижу. Да, там вышка есть. Если вот ты сейчас с Жек Шеперд будешь в мою сторону. Хочу, не хочу, не хочу туда выходить. Я увидел там зомби. Я предлагаю на вышку перебираться. Где ты вышку увидел? Да, вышка на сколько? 120. По компасу. Придай, по компасу. Короче, по компасу. Но мне придется тогда. Как бежала, стрелочка идет, это ноль. Я, да, знаю. Там есть риски с цифрами, Эль, да. Себерд зал у меня их не видно, к примеру. Но я увеличил размер интерфейса, поэтому я их вижу. Я, наоборот, уменьшил. Так, люди, Артур. Я думаю, вы сейчас вышли с противоположной стороны амбара и побежали туда, дальше, к лесу, да? Да. Да, мы к войске пошли. Ну, значит, мне сейчас нужно к вам бежать. Поэтому я не хочу идти к вышке, а где-то на полпути постоять, если что прикрыть, мало ли к тебе заст. Так, по зомби один ездит, где-то еще рычит. Блин, вот я привык вот в DZ больше с третьего лица играть. Тут этого нету. Ничего, привыкнешь. Я тоже поначалу. Мне нравилось. Вот когда в кустах особенно лазишь, и особенно в засаде сидишь, от первого лица гораздо лучше. Не, ну, стрелять, да, мне больше нравится, конечно, от первого. Так, вижу у вас, сейчас к вам подойду. Я где-то, наверное, на метрах в ста. Или в ста, где-то. Я уже в кустах даже вышки. Я вижу тебя. Давайте пока смотри, что там. Так, тут еще один зомбак ходит. Так, а только как раз пока ты тут... Давайте я флягу скину. Давай в кустику сюда. Мистик. Так, что-то есть. У кого G17? У меня. Давай сюда, ползи. Сегодня его день. Да, сегодня явный день бэк-хама. Тут есть две обоймы. Так. Фляжка с водой. Шо? Две обоймы. Я сейчас сам возьму их. Может, не знаю. Ну, само собой. Я не собирался. Так, у меня две пустых фляжки с водой. Ой, даже не собирался, да. Взял бы. Там G17 и этот. Я знал, что у тебя он. Так, здесь у нас ты, а зомби где? Поблиз. Да, дальше, дальше. Чуть-чуть дальше. На шокоте аккуратно подходи. Вот, видишь, они здесь сидят. А, вон он, он совсем близко. Да, 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 да. Слушай, они настолько ты лучше. Настолько? Вон он слева. Метров в десяти находится. В последнем обновлении они вообще глазастые какие-то стали. Ложись, ложись. Ложись, да. Не заметил. Ложись. Сейчас, если заметят, я тебя прикрывать не буду. Окей. Я сам вываливаю по десять зомби, так. Лучше их вообще не вываливай. Да, лучше быть аккуратным. Так, Артур, Артур, аккуратно. Вокруг у нас как, зомби есть? Один от тебя идет, и один идет прямо к вышке, где Артур сидит слева от тебя. Потому что ты либо поднимайся, либо просто положись. Думаю, он сейчас пока начнет подниматься, он уже постареешь. Так, идет к тебе. Вышка сейчас подходит. Так. Ага. Магазины. Так, тогда мне, блин, у меня этих магазинов уже на G17, я не знаю. Хорошо же. Ну, знаешь, лучше иметь больше площадь, а их не так очень много на игру. То есть, раскиданы. Бинтов-то у меня сколько, елки-палки. Ярослав, ложись, зомби идет справа. Не могу отсюда понять, насколько близко. Я могу понять. Прямо за вышки. Кто-то бежит. Все, ты спалился. Молодец. Так это не проблема. А зачем? Сейчас уже перебьешь, что-то бежит. Я лучше перебягу. Чушь, как они бежит. Любят они бегать не по вектору. Да, анимацию, кстати, на ближайшую неделю-две поставят. Тебе бегут еще. Вижу, вижу, пытаюсь перевязаться. Все, я готов их встречать. Так как Артура... Я не могу выбрать. Они у тебя, они под войской. Сейчас они подниматься начнут. Не начнут. Еще и бежит один. А что вы там убите их, нет или не идете уже? Ты попадаешь, по-моему? Так, ты в меня не попади, главное. А то слышь, ты не сласишь, и будет хорошо. Блин, мне это достало. Один из них вообще кругами, что говоря, не стоит. Не застрял походу. Убил одного. Еще внизу, а по прыгунчику. Мне его плохо видно. Я могу его выцелить, не могу, он пока накрутится. Убил. Да. Ой, еще один кто-то убил. Блин, я уже вздробил. Нет, он Кярослава. Это ко мне, блин. Ну почему? Откуда этот вообще колхозник приперся? А ты из Клаша побольше стреляй. А он не такой громкий, это вам кажется. Так, ты его специально на Джека Шепарда направил? Да. Нет, он на мне, я просто отбегаю. Артем, давай я к тебе на вышку поднимусь, а будем сидеть. Так, на будущее, короче говоря, как говорят, ложись, ложись. Больше, чтобы такого не было, это фигья какая-то. Да, потому что на минуту проблем таких не надо. Так, все, поднимаюсь. Зомби телекор. Чё, тетка, герда. На вышке спрятались. Наша слаженная команда готова помочь другому. Членов этой же команда, да. Мой слаженная команда, я так готов. Вы где? Готов. Сколько патронов-то в себя? У нас нету. Пять. У нас не найдешь. Ребята, у меня есть откулочная граната М-57. Я вообще не понимаю, какое применение можно найти гранате в этой игре. То есть кидаешь ее и что? Кучу игроков, она взрывается. Ну, а ты ка, я тут кучу игроков видишь вокруг себя, что ли? Шесть игроков тогда увидел, сидел в кустах, мог кинуть. Ну, это был один раз. Ну, я не уверен, что на всех гул было, я знаю, как граната работает. А сурка? Чё? Моя граната зеленая, на одном из них возьми себе. У меня дреморист. Хорошо. Чё, тогда зубы будут нападать. Когда нам сейчас пришло наставе, наверное, понадобится. В хозяйстве вещь. У меня, кстати, есть... Готов есть подствольники? Нет. То есть у меня вот для подствольника есть дым. Посмотрел я, кстати, в одном из видео, где человек бегал с Сэмкой, с подствольником. Там такой прицел убоги, это капец. А зато подствольник нормальный. Да, ну, для подствольника же не прицельная планка, там перекрывает просто именно этот. И нифига не видишь. Так, мы правильно идем? Да, да. Я сейчас до леса просто бегу. Хватит за мной бегать. Я, как правило, не бегу туда, куда нужно. Я бегу туда, где безопаснее, а потом уже к вам присоединяемся. Да не, мы вроде куда-то в правильную сторону идем. Да, туда, там сейчас будет вот эта крепость наверху или что это. Да. Ну, главное, что все живы, а то он как... Кстати, 41 минута уже прошла с момента записи. Можно, в принципе, добраться до этого, там уже следующую. По-моему, нам лучше из серии вот сейчас ее остановить, чтобы... А мне кажется, что ты убьют за твою Сусас, Басей, Сусанинс. Не, если ты знаешь, сколько людей же здесь пытался бы убить, посмотри на счетчикных убит. Там стоит циферка 2. Напомнишь? Ребята, ребята, я вас потерял в инте, ребята. У меня паника. Вы в лесу? Я вижу тебя, вижу тебя, Артур левее. У меня паника. Я боюсь остаться один. Всегда. Вот как раз мы всех прям собрались. Ладно, в общем, вот такая была серия. Следующая серия. Притирочная серия, короче, назовем. Назовем ее Сусанинс. Мы научим Джека Шепарта ориентироваться по карте. Научим Ярослава не палиться, потому что он нас всех убьет, а то в итоге. А потом убью его я, и Джек Шепард его убьет. Ну, короче говоря, будем потихоньку привыкать друг к другу. Втроем, я думаю, будет веселее и круче. С почином нас, с новыми тройными сериями. Попрощайтесь, ребята, бойцы. Всем пока. Всем удальше. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok